Депутат-генерал призывает к репрессиям в отношении недовольных Путиным. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Про нас, что ли, не понял? Вообще, мы посчитали с коллегами, это на самом деле больше, чем 20 миллионов человек. Вполне такие сталинские темпы, да? А вот сегодня зампред Яблока Борис Вишневский просил гемпрокуратуру возбудить головное дело против этого депутата. Новая газета тоже потребовала проверить слова Гурулева. Ну, сам депутат при этом попробовал как-то объяснить свою позицию, но от этого лучше не стало. Когда вот эту гниду Венедиктова показывают, с этой швали, мне говорят, ну это же оппозиция. Ну, Али, с чего ли, блин? Во время войны название оппозиции – это предатели Родины. Сейчас, придем к этому. Я говорю, хорошо. Женись, конечно. Это оппозиция, то есть человек, который оппозиция – это те, кто идут все к победе. Тот, кто болеет душой за свою Родину, предлагает какие-то варианты другие, отличные, может быть, от официального курса движения к этой цели. А вот член СПЧ Ева Меркачева напомнила о репрессиях Гурулеву. По ее словам, все, кто подобного требовал, в результате становились жертвами подобных репрессивных компаний. Я цитирую. Я бы ему напомнил историю. Все, кто призывал к репрессиям, потом сами становились жертвами. Жаль, что мы так и ничему и не научились. Правозащитница подчеркнула, что депутат Гурулев подобными высказываниями лишь как будто вредит главе государства. Знаете, на самом деле, ВГТРК, конечно, уже давно должно быть переименовано в ВГТТРК. Всероссийская государственная тысячехолмская телерадиокомпания. Сам Гурулев, конечно, уже давно напоминает такой классический типаж. Но знаете, сосед военный из гаражей, так метко написал мой товарищ в своем телеграмме. Но насколько такая льдоецкая репрессивная риторика вообще будет востребована у властей? Ну, давайте узнаем. Мне кажется, лучший специалист по теме, конечно, Абаз Галямов. Он присоединяется к нашему эфиру. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте. Абаз, ну что, в предвыборную пору будем все чаще слышать такие призывы к репрессиям? Ну, да. Там, конечно, есть немалое число людей, кто, в принципе, против всего этого. Те, кто поумнее. Но тренды задает все-таки сам Путин. А Путин, он, конечно, все больше и больше склоняется к силовым методам решения проблем. То есть те времена, когда силовой инструментарий был вспомогательным по отношению к, собственно, политическому, они, конечно, уже канули в лету. И теперь пропаганда, политика в целом – это не более чем дымовая завеса, которая призвана прикрыть основной механизм управления, политического управления, политического менеджмента – репрессии. Но этот туман, как мы видим, постепенно рассеивается. И там тоже, в сфере пропаганды, начинают доминировать носители вот таких настроений. Ну, то есть, получается, расправы и репрессии становятся некой самоцелью, неким самобытным проектом, который пронизывает не только силовой аппарат, но и все сферы общества? Ну, для Путина это не самоцель. Для Путина это инструмент удержания власти. Единственный инструмент удержания власти, который вот сейчас у него есть. Я вас уверяю, что вот если бы убрать фактор страха из российской политики… Ну, то есть, знаете, иногда говорят, надо вот абсолютную свободу слова там Навального пустить в телевизор. И тогда, так сказать, посмотрим. Вот я вам говорю, даже не надо Навального в телевизор пускать. Пусть там в телевизоре останутся такие Гурулевы и Соловьева, Симонян. Но просто сделать так, чтобы граждане перестали бояться. И этого будет более чем достаточно для того, чтобы через полгода ни от путинских рейтингов, ни от рейтингов власти, режима в целом не осталось вообще камня на камне. Вот. Поэтому в целом для Путина это инструмент удержания власти. Вот. Но для… там вот уровнем ниже для силовиков и таких, как Гурулев, которые являются их ртами, так сказать, публичными, да, спикерами, ну, в некоторых случаях это действительно самоцелью уже становится. То есть какое-то количество репрессий в стране в принципе уже нельзя объяснить политической целесообразностью даже, да. А это просто вот раз можем, ну, поэтому и сажаем. Ну, вы сами много раз говорили о том, что Путин как будто находится в заложниках у силовиков, если я не ошибаюсь. Есть ли сейчас какой-то шанс для него, может быть, выйти из этого статуса и как-то притормозить вот с репрессиями, с расправами? По-моему, история таких примеров особо не знает, но вдруг тут у России тоже есть свой путь? Ну, собственно говоря, для этого ему выборы и нужны. Да, вот если бы он не хотел минимизировать свою зависимость от силовиков, ну, так он бы отменил выборы, да. Потому что выборы, ну, это сложность, это проблема. Он никогда еще не шел на выборы в качестве кандидата меньшинства. То есть всегда, какие бы проблемы у него ни были, даже в 2012 году, во время Болотной, он все-таки все равно имел поддержку больше, чем половины избирателей. Он впервые идет как такой кандидат, уверенный кандидат меньшинства. И, конечно, это зона риска. Особенно в ситуации, когда он сам своими руками превратил в ключевых внутриполитических игроков структуру, которая не только ему не подконтрольна, а вообще враждебна по отношению к нему. Там США, ВСУ, да. Они же сейчас влияют на общественное настроение, на его собственные электоральные перспективы больше, чем кто бы то ни был, чем там Единая Россия и Центр-Избирком вместе взятые. И в этой ситуации рисковать, конечно, лучше бы и не надо было. Отменить выборы, вести военное положение, все по закону. Но Путин не хочет этого делать, именно потому, что он понимает, это окончательно превратит его в заложники силовиков. То есть его легитимность после этого обнулится. Если до сих пор он занимал позицию вот в элитах, в правящем классе, такую, знаете, ну то есть у него у одного был популярный мандат, да, мандат от населения. Именно это делало из него короля ситуации. А как только у него этого популярного мандата не будет, он превратится в очередного бюрократа. Да, самого главного, но качественная разница исчезнет. Останется только количество, а это уже счетная штука, значит, она решается во время заговоров и так далее. Поэтому ему эти выборы как раз нужны для того, чтобы продолжать оставаться качественно иным игроком. То есть он должен убедить силовой аппарат в том, что он по-настоящему популярен. Вот эти 80%, которые он хочет нарисовать, они не для того, чтобы оппозицию в чем-то убедить. Понятно, что не поверит она в это во все. И даже не убедить в этом рядового избирателя и не Америку. Это в первую очередь нужно для того, чтобы все силовики смотрели раскрыть рот и говорили, ого, ничего себе у нас Владимир Владимирович умеет, оказывается. Вот умеет, людям нравится. Даже в самой сложной ситуации вот все равно сохраняет популярность. Понял вас. Но с другой стороны, смотрите, обычно же выпускают таких клоунов, да, открывают их гараж, светят туда фонариком и достают таких военных, да, которые начинают разгонять вот такие людоедские высказывания. Для того, чтобы показать, что, а вот мы-то на самом деле по центру более-менее, мы еще приличные люди. Вон, мы там у контрапупить 20% населения не собираемся. Поэтому, может быть, вы с нами, как бы, если вы не с нами, то вы, значит, с ними. Может быть, такая логика тоже есть в том, что выпускают таких? Или уже не работает? Нет, а это же, ну, Гурулев, он официальное, так сказать, лицо, да. Он не какой-то Стрелков, там, да, человек с улицы. Вот. Депутат Государственной Думы, он выступает в эфире Государственного канала на ток-шоу, значит, которое регулируется кремлевским менеджментом. Все темники там постоянно туда спускаются от Громова. Вот. Поэтому ни у кого, там, я не знаю, от профессора до последней доярки в деревне не возникнет иллюзии, что это какой-то независимый самостоятельный игрок. Это воспринимается как глаз режима, глаз государства. Строго говоря, конечно, режиму это вот с точки зрения, так сказать, его легитимности, популярности, конечно, это не нужно. Репрессии и вот подобного рода штуки, они не нравятся никому, на самом деле. Ну, это миф, что россиянам нравятся репрессии. Репрессии вот такого рода, такого рода вещи нравятся, ну, 7, максимум 8 процентам российских, россиян. Всем остальным, включая тем, кто за Путина и за войну. Такие вещи, в общем-то, не нравятся. И лучше было бы, чтобы таких клоунов там в эфире не было. Ну, то есть, да, делаем репрессии, делаем, так сказать, молча их, да, незачем вот так это дело, там, преподносить, значит, там, трезвонить это во все. Ну, тут есть аппаратная составляющая, понимаете. Силовики усиливаются, репрессии усиливаются. Кремль поджимает хвост в отношениях с силовиками. Да, уже все больше все ориентируются, в том числе и кремлевские чиновники, ориентируются на вот такие истории. Если раньше Кириенко бы хлопнул кулаком под столу и сказал, чтобы этого клоуна там больше не было, теперь уже и Кириенко сам боится этого, да, потому что этот Гурулев говорит, он же не только от своего имени говорит, он же говорит от имени вот этой, там, корпорации силовой, да, Патрушева, там, Сечина, всех этих черносотенцев, которые искренне считают, что нужен 37-й год, вот, и поэтому даже технократы в Кремле, которые понимают, что это контрпродуктивно, это не нужно самому режиму, значит, все равно они уже тихонечко сидят и так все их не отсвечивают, да, вот такие, как Гурулев, они чувствуют себя хозяевом положения. Да, силовая корпорация, наверное, корпорация монстров, это мультик об этом, судя по всему, был. Спасибо большое, Абаз Галямов, политолог, помогали разобраться с новой репрессивной, расправной риторикой депутатов Госдумы, а по сути всей российской власти. Спасибо. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф, это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами. Спасибо.